Плыть или не плыть? Вот в чем вопроса не было. Ни у Олега Софьяника, ни у Виктора Пескунова. Вопрос был только в выборе маршрута и дистанции. Если первый из пловцов известен как опытный марафонец, то второй пока еще дебютирует на длинных дистанциях, хотя и привычен к низким температурам воды. Был найден оптимальный компромисс. Решили переплыть в Севастопольскую бухту с северной стороны на южную и финишировать на Приморском бульваре у памятника затопленным кораблям. Но вот обычных для обоих пловцов заплывов пасхальный отличался атрибутикой. Пловцы по очереди несли в руках распятие. Так с крестом и преодолели около километра водного пути. На последней трети к ним присоединился дебютант холодных заплывов Александр Белов. Финишировали они под оплотисменты гуляющей публики. Этот заплыв мы посвятили святому пасхальному воскресенью Господу Иисусу Христу. Он был нашим лоцманом здесь, когда мы переплывали эту бухту. В честь светлого Христового воскресенья. И вот этот заплыв мы посвятили Господу. Спасибо ему всех с праздником. Великолепное настроение великолепное. Самочувствие великолепное. Вода очень приятная, очень хорошее. Тепло. Как пасхальное воскресенье. Светлое воскресенье. Удовольствие от заплыва получили не только пловцы, но и болельщики. Супруга Александра Белова сама по весне в море не плавает. Но увлечение мужа одобряет. Все понравилось, все хорошо. Муж первый раз плыл. Такое расстояние. Все классно. Дети получили большое удовольствие от этого всего. Сами не хотите попробовать свои силы в этом? Нет. Я мерзлявая. Поэтому я не могу. Впереди новые заплывы на больших дистанциях. Температура морской воды растет, удлиняются и маршруты пловцов.